Добрый день! Сегодня мы рассмотрим необычную головоломку, аналоговую, которую я ранее не встречал. Называется Binary Star Pyraminx или Gemini Pyraminx. Выпускается под брендами Lefant, CB или Z-Cube, как в данном случае. На коробке мы не видим никаких опознавательных знаков, кроме принадлежности к магазину. То есть названий самой головоломки здесь нет, так как коробка общая под многие. Так делает онлайн, но Z-Cube это магазин. Видимо, какое-то у них есть производство, либо с кем-то не сотрудничают, что выпускает в своих коробках. Открываем и достаем нашу пирамидку. Инструкций, естественно, нет, как и на многие интересные головоломки, за исключением пирамидок, которые были отмоют. Там в каждой коробочке была инструкция, хотя она особо-то и не нужна. И смотрим. По внешнему виду пирамидка похожа на другую. Вот эту. Называется Ghost Pyraminx. По сути, Shape Mode с Кьюба. Но это только по внешнему виду. Если вот так вот смотреть, да, действительно, сходство есть. И изначально я подумал, что это что-то подобное. Но, как и обычно бывает, головоломка стоит недорого. И я заказал вместе с кучей других. Вот она приехала. Я даже особо не планировал разбираться с ней в первую очередь. Но что-то взял, покрутил и мне стало интересно. Понятно, что можно вращать. И при вращении пирамидка меняет форму. Если немного поизучать, можно понять, что здесь крестовина 3х3. И вот по этой картинке видно, что так оно и есть. Ну, попробуем сделать пиф-паф на этой головоломке. R. А так не вращается. То есть, по сути, нужно делать R2. Потом можно как-то повернуть. А пиф-паф не получается. И с какой бы грани это не пробовать сделать, пиф-паф не выйдет. Но вращать можно. И первая мысль, которая у меня возникла, что это бандаж 3х3. Я даже достал бандажный набор от КопТвиста и хотел смоделировать ситуацию с этой пирамидки на нормальном кубике. Чтобы на нем понять, как это вращается и перемешивается, и как оно собирается. Но оказалось все не совсем так. Вернее, это да, бандаж. Но бандаж настолько интересный, что если мы возьмем обычный 3х3, то получается, что мы можем вращать так, можем вращать так, но не можем вращать вот так. То есть вот эти вот как бы закреплены свои. То есть невозможно делать U, невозможно делать D. Но возможно F, возможно R, возможно B и возможно L. И что же это получается? А получается, что это флопик. Кубоид 3х3х1. Но к этому мы сейчас вернемся. Хотелось бы добавить, что я решил все-таки найти больше информации о такой пирамидке. И единственное, что нашел, это то, что ранее был прототип, уже давным-давно придуманный. Джастин Эпплетт какое-то отношение к нему имел. И это был шейпмод 3х3 в форме пирамидки, но оси смещены как у кубика Аксис. И вот на картинках видно, что это полноценный шейпмод 3х3, который вращается по-всякому. Здесь же версия забандажная. Да, и забандажная настолько, что упрощена головоломка до безобразия, превратившись в флопик. 3х3х1. И также я нашел вот такую вот графику, которую вы сейчас видите. Она демонстрирует, как же здесь, в этой пирамидке, увидеть сам флопик. Я напомню, что флопик куб 3х3х1 вращается вот так вот. Движение F, R, B, L возможен только на 180 градусов. Если не менять форму. И мы по сути просто перемещаем углы. Сначала собираем ребра, вернее их просто разворачиваем. Дальше рандомными пиф-пафами собираем один угол и собираем остальные углы. И это все комбинации. Вот в таком флопике, это не во всех, возможно еще вот такое движение. То есть мы поворачиваем одну грань на 90 градусов и другая тоже вращается. можем проверить, доступно ли такое на нашем гимине пираминкс. Не знаю, какое название правильное, просто собрал все, которые встретил. Бинари стар, пираминкс и гимине. Ну, давайте смотреть. Вот по идее у нас получается движение R, F, L, немножко клинит, оно есть, движение L и движение B. Ну, здесь неважно, какой стороной держать, что так, что так. Сразу отмечу, что есть несколько видов этой пирамидки. Это четырехцветная, как у меня, и одноцветная, ну, в стиле госпираминкса, разных цветов. Например, я видел две версии одноцветных стикеров и вот такая четырехцветная. Причем, четырехцветная, наверное, будет иметь какие-то псевдопаритеты. У меня даже поначалу была мысль приобрести и вторую версию одноцветную, но после того, как я понял, что это floppy cube, такое желание пропало. Ну, давайте все-таки разберемся с вращением. Вращается так. Попробуем, как на floppy сделать поворот на 90 градусов и поворачивать смежную грань, чтобы получилось что-то вот такое. Берем, поворачиваем на 90 и соседние не поворачиваются, потому что вот это вот мешает. На floppy ничего не мешает вращению, здесь это невозможно. Поэтому просто перемешиваем двойными движениями нам ничего больше не остается. Получается, что это хоть и страшная на вид, но достаточно простая вариация, вернее, shape mode кубойда 3х3х1. Ну, или очень сильно забандажная версия обычной трешки. Можно вот как-то вот еще последние движения сделать под 90 градусов, чтобы пирамидка выглядела страшно. Ну, естественно, мы ее сейчас соберем. Сделаем покрупнее, чтобы было все хорошо видно. Понятно, что, как и на floppy, сначала нужно сориентировать ребра. Это делается интуитивно и случайно у меня вся пирамидка собралась. Давайте еще раз перемешаем, чтобы такого конфуза не было. все делается двойными движениями. Разбиваем уголки и ребра. Так, так. Ну, вот, как-то еще раз перемешали. Ориентируем ребра для ориентации. Просто оставим, чтобы цвета совпадали. Но, если бы это была одноцветная версия, мы бы просто ставили, чтобы форма совпадала. Вот таким образом форма не совпадает, таким совпадает. И в этом было бы отличие четырехцветной от одноцветной версии. Проделываем такую процедуру со всеми ребрами. И опять пирамидка собралась. Да что ж такое? Ну, вы уже поняли, что это очень сложный механизм. Хотя все-таки перемешаю уголки. хотя бы искусственно. Ну, вот. Опять ориентируем ребра. И вот наконец-то уголки не собрались. Мы видим, что один угол стоит на своем месте. И три других нужно переставить. На флопике эта ситуация какая? Ситуация одного пиф-пафа. Уголок стоит на месте и вот эти нужно переставить. делая движение если брать его параллельно горизонтальной плоскости то есть получается R2 B2 R2 B2 Сперва не собралось делаем второй и все собралось. Можно здесь продумывать как делать то есть можно начать движение B и сделать это за один такой пиф-паф давайте посмотрим не думая R2 B2 R2 B2 собралось мы сделаем еще такой пиф-паф получим вот такую конструкцию и сделав еще один такой пиф-паф мы естественно пирамидку не соберем но в любом случае можно посмотреть что вот этот зелено желтенький уголок должен находиться вот здесь поэтому интуитивно мы подставим это место сюда вставим сюда уголок и отменим обдвижение и тогда пирамидка собирается давайте еще перемешаем так чтобы все четыре уголка не стояли на месте и вот я специально смоделировал такую ситуацию чтобы показать что на одноцветной версии возможно как минимум два собранных состояния и вероятность псевдо паритета который я изначально предположил скорее всего отсутствует так как если ребро стало так что по форме подходит то это только вот такой случай другого у меня не вышло а если бы наклейки были одинаковые то пирамидка казалось бы собрана поэтому одноцветную версию я покупать не буду то есть если вам хочется одноцветную версию из четырех цветных можно либо ободрать стикеры либо просто собирать не обращая внимания на цвета добиться вот такого состояния сказать что пирамидка собрана ну а чтобы реально вот это собрать из вот такой самой сложной ситуации когда ни один угол не стоит на своем месте мы делаем рандомный пиф-паф r2 b2 r2 b2 и какой-то уголок становится на место его ставим перед собой но спереди слева делаем еще один такой пиф-паф либо один либо два либо смотрим чтобы у нас с первого пиф-пафа уголок сразу встал на свое место в этом случае сюда должен быть красно-зеленый видимо красно-зеленый у нас где вот здесь то есть если мы сделаем b2 а потом r2 то в этот слот встанет синий красный это нам не нужно поэтому делаем стандартный пиф-паф ну если вы не поняли о чем я говорю просто делайте пиф-паф и при необходимости второй вот и все в итоге получается что это очень простая головоломка причем она даже проще чем обычный 3х3х1 как обычный классический тот у которого вращаются еще вот так вот грани его так же называют суперфлоппи в самой первой версии такого не было естественно но плохая ли эта головоломка да нет она выглядит интересно и вполне подойдет как подарок к тому же скоро новый год выглядит прилично даже стикеры вот такие вот как называется фибра или карбон на том же гост пираминксе похожие стикеры только одноцветные да очень похожи головоломки при перемешивании выглядит устрашающе может напугать если вы перемешаете такую головоломку перед друзьями которые с ней не знакомы и вообще не знакомы со спидкубингом то ваша сборка будет эффектной да это будет конечно не сложно но удивить повеселить кого-то можно даже вот в простом однопивпахном состоянии здесь уже форма изменяется и выглядит страшновато в общем я не знаю когда будет это продаваться в России может быть уже продается на момент публикации но забавная головоломка она меня слегка удивила ждала от нее большего но все равно я не разочарован то есть несколько долларов и вот такой шейп мод 3х3х1 в виде тетраэдра ну или в виде обычной пирамидки а на этом все всем спасибо всем пока